Рассмотрели всю повестку дня и даже больше. Скандальная земельная комиссия так и состоялась, но не без ссор. Рассматривались вопросы физических и юридических лиц, правда, большинство из них придется отменять в суде, рассказывают депутаты. О каких решениях идет речь, смотрите в сюжете. Находится маленькое здание, маленькое, где... А уже пошел бардак, все. Значит, находится маленькое здание, где господин Брэнда хочет вас везти огромный дом, и там невозможно будет уже не ездить, не ходить. Фонтанская дорога 58, мы еще не раз увидим, что там будет происходить. Это народный депутат Украины пытается дискутировать по поводу отведения солидного участка земли на Большом фонтане, на котором в дальнейшем может появиться новый жилой комплекс. Вы слушаете меня внимательно или нет? Господин Страшный, вы задали вопрос тем людям, которые здесь сидят. Запитания, заперечения есть? Мы хорошо слышим. Нет, вы плохо слышите. Вы плохо слышите, поэтому я буду кричать. Вы спросили, заперечения, запитания есть? Не слышали ответы и продолжили комиссию? Что за нахабство, а? Чей-то жинке. А это член земельной комиссии Жанна Мандриченко пытается возразить по одному из вопросов, но ее просто игнорируют и продолжают голосовать. Потому что фактически достаточно трех за от депутатов доверяй делам. В режиме скандал офисор проходят три с половиной часа комиссии. Как вывод, принятие с полсотни положительных решений по вопросам граждан. Но половина из них потом окажется в суде, уверена Жанна Мандриченко. Потому что голосование проходило с нарушением процедуры. Позже или рано мы все будем отвечать за то, что происходит сейчас. И я не хочу отвечать в рамках каких-то криминальных дел. Поэтому я про это попереджаю, про это говорю, про это информую. И обратюсь к своих коллег. Мы должны все думать за то, что мы голосуем. Более того, это заседание комиссии требует признать незаконным. Потому что назначили его не за три дня, как требует процедура, а за сутки. Повестка и ее приложения не были опубликованы. Даже членам комиссии их направили только этой ночью. Сегодня очередное беспредельное заседание комиссии. По-другому я его назвать не могу. Сегодня вы видели депутаты разных уровней присутствовали. Горсоветы, облсоветы, народные депутаты Украины. И сегодня пытались провести заседание комиссии, так называемо конструктивно, задавая вопросы. Но председатель комиссии Сергей Страшный, члены комиссии, никак не реагировали. Не давали возможности задавать вопросы, что является нарушением прав статуса депутата местного уровня. По словам народного депутата Артема Дмитрука, вся шумиха для того, чтобы незаметно продвинуть вопросы, за которые руководству комиссии якобы занесли деньги в конверте. Было вынесено большое количество вопросов физлиц, что мы и требовали, но вопросы рассматривались очень субъективно. Это огромная коррупционная составляющая для земельной комиссии. Они определяют по собственному субъективному мнению, стоит рассматривать вопрос человека или нет. То есть там реально были вопросы с 90-го какого-то года, с 2017-го, с 2016-го, с 2018-го, с 2019-го года, которые уже давно, вопросы людей, которые уже давно пора рассматривать. Но эти вопросы без обоснований переносятся и переносятся. Вместо них, по словам депутата, принимают вопросы за деньги. Средняя цена – 3000 долларов за положительное решение. Земельная комиссия должна заседать еще раз на следующей неделе. Это будет последнее собрание перед сессией Горсовета, которое состоится 9 февраля.